привет наконец-то выбрались на коп а почему все потому что диман приехал он с вахтой всех организовал горит погнали куда-нибудь на природу ну да пару часиков время после обеденное а чё клещи клещей тьма еще парочка диман 1 он раздавил офигеть сколько их он внизу тоже молния скорее всего попадал ведь вот речушка бежит он овально всего нам надо перейти на ту сторону по идее сейчас посмотрим у нас всю ночь шел дождь и утром тоже решили подождать до обеда сейчас немножко разгулялась погода но все равно есть вероятность дождя решили прокатиться съездить покопать погулять ну и может быть если получится на рыбалку заедем в общем все что будет интересного покажу заезжали в лес сморчков нет пока что не знаю может от после этого дождя повылазит и строчков нет рановато а вот и дождь надо дим конечно с клеймами нормально ты прощена при коровы и ты можно сказать еще новичок с этим прибором и первым как сегодня охотку хоть дернет хоть крышку какой-нибудь червей сколько на рыбалочку уже можно собирать что там железный горшок с монетами и моя спина говорит мне привет и этот оскар мы вручаем тебе михаил спасибо похож на сестра резкий рубль только еще больше поздравляю тебя короче находка кто-то так рыбачил сильно что аж трусы забыл на ветке флакончик советы у димана первый монитос 1970 год начало есть ну кусочек от графина наверное от крышки графина а прикольно это середка от ножки от вазы ваза была скорее всего вот в этой тряпке завернута была закладуха душ сигнал а вон советский союз а монитос да только он съеденный он походу наверху где-то был 68 год вот здесь и переходили тогда в прошлый раз а бобры вон все обгрызли точно здесь под нами вода смотри камер сам на тебя хотя хоть она и водная вода непроницаемая но все-таки не хотелось бы ее купать но если тебя выдержит меня тоже я надеюсь ты наступаешь а подо мной все ходуном ходит на весу стою вот включенный вдруг что по дороге найдешь протиснулся пролез вот такая переправа да смотри какая красотища огонь перебрались теперь надо туда вот через овраг в прошлом году там находили прикольные монетки вот кстати возле этого дерева повального блин напугали утки неожиданно вообще в другую сторону смотрел бобрики точили деревья и он на той стороне тоже дождь сыпет не знаю образок не похож как будто манист я обрела счастье потому что нашла подкову приваришь остатки пускай пускай так на сарай повешу у тебя там уже много да я как-то снимал видео а то тут с гвоздем прикольно такая прям поношенная сильно поношенная подкова нет сто процентов это этот фунт потому что много крестиков было ну да я помню его ночью вот с фонариком копали вот крестик листик сверху ну это пропуск скорее всего да? да не ну я его четко видел просто видим кто-то ну кто-то ночью прощелкал наверное у нас как всегда ветрище и дождь до этого конечно ветер был вообще деревья валил там самарь даже пару машин придавил что это такое? а ничего оказалось что-то уже другой какой-то стал вот смотри что это такое железная монета железная монета пятак катин черметный ну это что-то непонятно бусы наверно были какие-то может быть здоровая бусина горшок горшок там значит где-то закладуха должна быть у нас тут перекус небольшой да пока Диман там копает чаек и потом в конце я расскажу одну историю интересную скопа как я чуть-чуть не нашел клад пока мы чаи гоняли Диман находка ты ее оттер уже как нет такая была да ну ладно какой говоришь год 903 я положил там ну орел затерт конечно но вот это вот я думал ты начистил так нет вообще не чистил прикольно патина патина кабинетная да наверно наливайте какой чистый наливай заехали на пруд дождь так и идет вообще не перестает покуп сегодня не особо получилось катька говорит давайте поедем порыбачим карася говорит наловлю сейчас вам не знаю посмотрим пару часиков посидим может кто-то и клюнет на червя на червя будет да попробуем по крайней мере не знаю какой вид ну червь пахнет прям вообще огонь чем червяком шоколадом завершение нашей рыбалки ну в общем история такая было это осенью не помню какой второй наверное сезон я копал с металлоискателем это было очень давно начало ноября уже морозец был небольшой сверху под иней подморожено было я поехал в одну деревню думаю закрою сезон похожу поброжу может быть что-то хоть найду деревня была заброшена но на ней оставались огороды уже с выкопанной картошкой я от начала зашел потихоньку по кругу вот так вот обошел ее там но не всю часть о лягушки квакают здесь прикольно болото ну и в общем дошел до огорода где выкопана картошка и прям снизу начинаю ходить у меня такой четкий сигнал в комке а комок замороженный я его начинаю ломать там лопатой разбивать вываливается пятак екатериновский в идеальном сохране вообще ну конечно примерз к земле немножко я там его отковырял и вот так вот хожу по краю и начинают попадать такие комки две копейки павловские там опять две копейки опять пятак екатериновский и все в идеальном сохране они здесь вот в ширину идут и я как шел по огороду они вот так сужались находки ореол находок у меня уже в голове такой думаю ну все где-то наверное горшок зацепили плугом сейчас дойду до конца и думаю там будет что-то интересное какое же было у меня разочарование когда я дохожу до начала огорода вот наверху и вырыта огромная яма и по две стороны навалена керамика от горшков и ничего там нет по-моему одну что ли я монету вот то что вот выкопали я расстроенный но все-таки у меня монет ну не знаю штук двадцать наверное таких вот хороших было но это еще не вся история через год наверное я заехал я заехал к одному парню затонировать ниву и он залез внутрь когда снимал стекла а у меня металлик там лежал сзади где сиденье он говорит что такое я говорю вот металлоискатель монетки там иногда бывает езжу и он начинает мне рассказывать вот эту историю он говорит у меня сосед копал картошку там то там то короче он называет вот ту деревню в которой я копал и он говорит представляешь вот выкопал два горшка с монетами там их было очень много вот эти как раз павловские но он не знает какие он мне описал какие монеты были все в идеальном сохране я такой говорю блин а где а чего они он говорит а мы их короче в кислоту опускали они такие как новые говорит становились а потом сдали там кому-то не знаю коллекционером каким-то ну по дешевке потому что кислотой всю патину все съели я прям за голову такой схватился говорю ё-моё тогда я еще коллекционировал их ну потом обменял все на стекло стекло обменял на ножи потому что ножи времен российской империи это все таки вот прям мое мне нравится эта тема и до сих пор ей занимаюсь увлекаюсь интересуюсь вот такая вот история кому понравилось ставьте лайки оставляйте свои комментарии делите своими историями подписывайтесь на мои каналы на ютубе на яндекс зене будет много всего интересного всем счастливо пока решили набрать воды липовской здесь вот часовня и родник что там течет вода и